Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука для начинающих. Для тех, кто ни разу не обрабатывал картофель средством табу, я сейчас покажу, буду разводить и покажу вам, расскажу, как нужно готовить раствор рабочий для обработки клубни. В этом видео мы не будем разговаривать о том, нужно ли обрабатывать, вредно это или полезно, это я говорила в отдельном видео, сейчас просто процесс приготовления раствора. Я только что показывала, как готовила раствор Престиж, тут все очень просто, вот эти 20 мл растворяем в 200 граммах воды, обрабатывается 20 кг картофеля, но так как мне нужно было всего на 10 кг, я сделала 100 мл рабочего раствора, то есть проколола шприцем, взяла оттуда 10 мл Престижа и остальное заклеила. Но вот с табу, я хочу вам сказать, приготовление рабочего раствора немного посложнее, потому что здесь производитель нас чуть-чуть запутывает. Тут инструкция написана 8 мл на 1 литр для обработки 100 кг картофеля, это очень много. Из этого мы можем сделать вывод, что вот этот препарат табу, он намного экономичнее, то есть дешевле. Престиж, который стоит, но у всех по-разному, у нас вот 195 рублей, он всего на 20 кг, а вот этот по 150 рублей, он на 100 кг, но он обрабатывает, защищает только от колорадского жука, а Престиж от жука и от болезней. Вот с приготовлением рабочего раствора здесь немножко могут некоторые запутаться. Написано 8 мл на 1 литр воды, на 100 кг, все ясно. Но дозировка вот этого флакончика 10 мл. Вот он, флакончик, 10 мл. И даже если вы хотите развести полностью целый литр на 100 кг, простому человеку, вот например, в условиях там садового участка или где-то там на поле, где они будут обрабатывать, очень сложно. Но как отделить эти 8 мл? Конечно, я уверена, что только шприцом. Я давно пользуюсь шприцом, и иначе никак не высчитать и не сделать правильный раствор именно той дозировки, которую нам рекомендует производитель. И про количество картофеля. Редко кому нужно обрабатывать 100 кг картофеля. Это 3 полноценных мешка картошки, семенного материала. Ни одной семье для личного пользования не нужно столько картофеля садить. Это там где-то вот, ну, кто выращивает, наверное, еще для других целей, не только для еды. Поэтому я всегда уменьшаю. Вот этот литр мне не нужен, мне нужен только 200 г рабочего раствора на 25 кг картофеля. Поэтому высчитывайте изначально не по количеству этих рабочего материала, а по количеству килограммов картофеля. Если у вас 2 ведра по 8 кг, 16 кг, вот с 16 вы считываете. У меня, например, 3 ведра картофеля я хочу обработать, 24 кг, но я считаю 25 кг. Значит, мне нужно 1 четвертую от этого раствора, который литр. 1 четвертая, нет, я даже 1 пятую сделала, еще меньше. Я готовлю себе 200 мл. 200 мл на 20 кг обработки картофеля. Раз 200 мл. В 5 раз меньше мне нужно, чем литр. Значит, мне нужно взять вот этого концентрата из бутылечка. Тоже в 5 раз меньше, чем 8 мл. Делить очень сложно. У меня я разделила столбиком. 8 делить на 5 получается 1,6 мл. Я вот про это и говорю, что очень сложно все это высчитывать, рассчитывать. Сделана сразу дозировка на большое количество посевного материала на 3 мешка. Это не всем подходит. Надо было делать на маленькую партию, а кому надо, умножили бы на 2 или на 3. Вот шприцем, как всегда, из этого бутылька я взяла 1,6 мл. Свешила на весах 200 граммов воды. Ну, граммы и миллилитры в воде это одно и то же. Мне вот сделали замечание, что вы меряете не миллилитры, а граммы. Если вы учили химию, мы там учили, что вода, она почти, у нее нет разницы между граммами и миллилитрами. Масло, да. Масло 200 мл. будет весить не 200 грамм, а меньше. А вода, я поэтому вешаю ее весами, у нее что граммы, что миллилитры одинаковые. Вот я свешила на весах, на обыкновенных своих кулинарных, 200 мл. раствора. Ввела туда 1,6 мл. концентрата и получился вот этот вот материал для обработки, ну, как препарат или жидкость, рабочий раствор для обработки 20 кг картофеля. Все. Вот я поэтому говорю, что табу разводить немного посложнее. Тут они, производители, нас немножко запутали. Дозировка Донал на 8, в бутылечке 10. Все это надо отмерять, вымерять. Придется мерить, да. Советую мерить шприцем. Самый точный, проверенный, безотказный метод. Все, теперь у меня готово на 20 кг картофеля табу обрабатывать и на 10 кг картофеля престижем. Картофель, который для раннего использования, обрабатывать не буду вообще. Будет полностью чистый, поэтому кушать мы его сможем уже через 40 дней. До свидания. Вот это приготовление рабочих растворов для обработки предпосевной картофеля вот этими современными, эффективными, но не очень безопасными средствами, которые кто-то пользуется, кто-то нет. Вот я сейчас посажу и летом свое мнение вам, свое впечатление расскажу. Я не боюсь применять такие средства, потому что я знаю, какие можно сорта обрабатывать, какие нет. Сколько дней нужно ждать, чтобы потом без ущерба для здоровья покушать этот картофель. Ничего страшного в обработке такими средствами нет, но нужно ко всему подходить внимательно, с умом, тогда будет все хорошо. И жука не будет, и картошка вырастет, и мы будем живы-здоровы. До свидания.